Ну что ж, еще раз привет всем любителям Дота. Чуть задержался у нас последний матч, за что команда Релакс была оштрафована на стартовое время пика. Не знаю, какие у них там были проблемы, но один игрок долго не мог зайти в лобби. И, наконец-то, игра началась. Релакс имеет статистику 1-1. Победа над Драксами, поражение против Империи. Ну, в общем-то, поражение против Империи это не столь критично. Победа над Драксами очень хорошо. И сейчас, конечно, им нужно обыгрывать Ахет. Что касается Ахет, у них поражение в матче с Импайр. И с Релаксами тоже желательно им бороться и набирать очки, потому что... Потому что... А если не с ними, то с кем вообще на этом турнире? Ну, есть еще, безусловно, команды, с которыми могут тягаться Ахет, но я думаю, что с Релаксами нужно постараться потащить. Все-таки Релакс это не Импайр, это не... Хотел сказать, не Рокс. Но, в общем-то, да, это не Рокс. Хотя, вчера мы видели, что Рокс посерьезнее выглядели, чем... Точнее, Релакс посерьезнее выглядели, чем Рокс. Ну, да ладно. В общем, возвращаемся. Давайте к составам. Дредд, Йоку, Крейзи, Виндикс, который сменил свой никнейм на Виндикс. И Шачло. Ну, и Ахет, 168-й, Джин, Сёма, Зе Слеер, Энчант и... Алоха. Алоха Дэнс. Ликан и Инвокер в бане от Ахет. Ликан у нас из бана практически не вылезает. Кентавр, Вара... Что ж такое-то, Варраннер и Аппарейшн. И Эмбер Спирит. Впервые появляется Эмбер Спирит. Очень интересный герой. Вчера с ним играли Мимы. Очень редко он появляется в пике, потому что очень часто уходит в банах у нас. Ну и Никс Ассасин. Ахет. Дазл и Бэтрайдер. Ну вот популярный сейчас. Никуда. Бэтрайдер и Дазл. Атахет. Резерв Тайм. Резерв Тайм. Это достаточно. Ну, тоже стандартное начало. Ничего мы не видим пока что неординарного. Ну и смотрим на вторые баны. Забанили комбинацию. Лайфстилер плюс Шторм Спирит. Релаксы. Не хотят они играть. Ну, в общем-то, да. Лайфстилер очень неплохо заходит против Эмбера. Эмберу тяжеловато на ранней стадии бороться. А, в общем-то, Эмберу бывает тяжеловато исключительно на ранней стадии, по-моему. Потому что в лейте он только набирает оборота. И ДК со Сларком Атахет. Отправляются в бан. Виртус Про Дредд. Первый апреля еще не наступило. Ну, кстати, у меня в Скайпе Дредд записан действительно до сих пор как Виртус Про Дредд. Потому что, когда я его добавлял, он играл Виртус Про. Такое время было. Действительно. Вот. Ну и потом как-то не стал переименовывать. Так, Дисраптор. Дисраптор, Бэтрайдер и Даззл в пике. Даззл плюс Дисраптор. Неплохая связка суппортов под Тимфайт. Есть хороший Сайленс. Есть агрессия в виде Бэтрайдера. Ну, Релакс пока что такой очень агрессивный, гангующий пик. Да, добавляют пуш-потенциал. Вчера Дредд играл, кстати, на Шадоу Шамане очень неплохо. Вообще, на мой взгляд, Релаксом агрессия очень идет. У них, в принципе, игроки такие любители поагрессивничать. Ну что, четвертый пик. Уже пора выбирать, на самом деле, героев более таких активных убивателей в команде Ахэд. Потому что пока что у них ни Кэрри, ни Соло Мидера нет. Задумались над четвертым пиком. Ну, в общем-то, на мой взгляд, пока у Релакса все неплохо. И Никс хорош, и, в общем-то, Эмберс сейчас очень популярен, очень силен. Шаман вчера... Дредд вчера здорово сыграл на Шамане. Он, конечно, маловато принимал участие в тимфайтах. Но зато очень здорово пушил вышки под шумок. И определенную долю... Ну, определенный вклад в победу внес. Правильнее будет сказать так. Вайпер, what a hat. Не Энчантрос, Энчантрос плюс Шадоу Шаман. Вышки, вышки, вышки. Хотят пушить вышки. Релакса своими саппортами. Шаман плюс Инча. Никс пойдет у нас на хард. Наверное, все-таки Эмбер в мид. Мне кажется, Крейзи способен сыграть очень круто на Эмбере. С его, в принципе, стилем, с его потенциалом. Ну и Ласт Пик остается, в который может войти очень крутой какой-нибудь Кэрри. Который может и пушить Тевра, и, в принципе, какой-то сильный. Ну, вообще, на мой взгляд, релаксом стоит задуматься о Лейте. Потому что пушить Тевра будет не так просто против Бэтрайдера и Вайпера. Достаточно хорошо контрят это все данные герои. Да, и вот Ахеда уже банят Луну. Понимая, что им грозит. Так, ну и вроде как расписание на завтра уже окончательно определено. Сейчас мы это узнаем. Итак, Дум. Ну, Слардара забирают на последний пик. Это Соло, Мид, Вайпер. Ну что ж, посмотрим. Разор от Релакс. Нет, они все-таки решили не уходить в Лейт, а тоже ответить такой достаточно неплохой агрессией. Да, ну, в общем-то, расписание на завтра уже точно определено. Игры начинаются в 8 по Москве. Не пропустите, какие конкретные игры, когда начинаются... 10 секунд remaining. 5 секунд remaining. Все, распикали героев. Ладно, в общем... В общем, вроде все ок с расписанием. Там что-то... У Подекса, видимо, тяжелые дни. Как и у любого, мне кажется. А что? В общем, у нас что-то непонятное происходит в игре. Ладно. Давайте комментировать доту, не отвлекаться ни на что другое. Давайте смотреть. Слардар отправится на легкую линию. Но ему здесь будет не так просто. Посмотрите. Дред. Капуста Дред. И Йоку на... На Розоре. И Виндикс на Энчандрос. Это все может очень-очень сильно напрячь реплоу команды Ахет. Вот они... Нет. Неужели пойдут? И так. Крейзи. На Эмбер Спирите. Против... Алохи на Вайпере. Ну, Вайпер, безусловно, должен гнобить Эмбера по максимуму. Виндикс уйдет, наверное, в лес. Только вопрос, в какой лес. Даже не наверное, он наверняка уйдет в лес. Вопрос, в какой. Шачло на легкой линии против Бэтрайдера. Ну, в общем-то, достаточно неплохо. Притом, смотрите, шачло закупился изначально, чтобы стоять против Бэтрайдера. Бэтрайдер закупился, чтобы стоять против Триплы. Это ошибочка. Ну и сейчас нужно еще стики прикупить. Вот буквально через 15 секунд накапает на стик. Нужно обязательно его взять. Ну и Шадоу Шаман вдвоем. На самом деле вдвоем эту Триплуту можно разогнать здесь. Точнее, эту Даблу втроем. Ставочки. Статсмен у нас ворвался в лобби на последний матч. И начинают убивать Слардара. Но выход в спину и большие проблемы у Слардара. Кончился демакт у Слардара. Вы посмотрите. Минус один урона. Но, тем не менее, Дредд умирает на ФБ. Разор продолжает нащелкивать. И все же сейчас в скором времени спадет. Баф. И можно будет на развороте тоже. На самом деле неплохо. Селедка на развороте. 5 секунд остается. Селедка уходит. Нужно проедать дальше ветки. Ай-яй-яй. Закрывают. Стан не успевает начать высасывать демак. Начинает высасывать демак. Очень поздно. Умрет Разор. Умирает Разор. У Дредда тоже проблема. Трипла провалена. Приходит крип. Ну как же поздно пришла Энчантрас Клэп. Неплохо. Дредд на развороте. Энча даже с двумя крипами возвращается. И большие проблемы у Джена. Как же вовремя здесь оказался Виндекс. Виндекс просто очень-очень оказался вовремя. Потому что потеряли Разора. Могли потерять еще раз Шамана. Это было бы просто провально. Но Энчантрас подоспела вовремя. Большой-большой Виндекс. Молодец в этом плане. Пришел. Помог своей трипле. Своей дабле. Еще оставляет здесь вот эту вот гарпию. Штормовая гарпия. Которая будет настреливать. Молнией. Которая достаточно больно дамажит. Тем временем Никс купил у нас стики. Все у него хорошо. И не дает в общем-то Бэтрайдеру. Никаких шансов себя убить. Энчантрас потихоньку фармит лес. Сейчас в скором времени будет возвращаться обратно. Гарпия продолжает терроризировать. Ну просто посмотрите на это. И забирает. Забирает в итоге гарпию у нас Энчант. Да. Хорошо все у релаксов. Грамотно они расставили линии. Если бы еще в начале не умер Шадоу Шаман. Было бы все просто замечательно. А то как-то получилось не очень хорошо. Шадоу Шаман умер на ФБ. Разор остался. Погонял суппортов. Но не более. Так. Смотрим. Энчантрас возвращается. Опять с Урсой. Ой-ой-ой. Да. Урса это вообще самый неприятный крип. Не Кентавр. Не Сатира. А именно Урса. Потому что конечно ее клэп дамажит больнее всего. Еще и замедляет. И атаку замедляет. И сама Урса очень плотная. Ну. Любой кто крипился в лесу. Знает что с Урсой всегда тяжело. Совладать. Хотя в общем-то любой большой крип. С каким-то нюком. Будь то Сатир. Будь то Кентавр. Будь то Урса. Достаточно неприятный разор. Плазма Филдом. Цепляется. Но прерывается. Клэп заходит. Большие проблемы. У Дисраптора. Дисраптор пытается разменяться. Минус Дисраптор. Но здесь еще Урса вытанковывает. Забирает Урсу. Слардар. Энчант. Крест не успевает повесить. Падает. И... Есть Хекс. Есть Хекс. Ну нужно Хексить конечно. Но маны не хватало бы на 2 с пола. Поэтому Дред решил не тратить Хекс. Конечно сетка нужна была. Чтобы убивать этого Слардара. Но сетки не было. Сетка была на кулдауне. Релаксы. В очень хорошей агрессии. Еще делают минус 2 кила. На этой линии. И спокойненько отступают. Никс тем временем уже прикупил Аркана. 21 крип. Ну вот что и требовалось доказать. Что Никс очень грамотно закупился. Плюс Никс не так уж и плох на линии с Бэтрайдером. И вот уже у Никса почти 6. Он опережает Бэтрайдера по XP. Более того у него есть Аркана. У Бэтрайдера Арканов нету. Ну он пошел в Боттл. Понятное дело. Так по золоту у него примерно то же самое. Но все таки крипов мы видим он добил поменьше. Вайпер на миде. 26 крипов против Эмбера. Эмбер проигрывает мид. Но проигрывает не сильно. В принципе в порядке вещей на мой взгляд. Вот такой проигрыш. Купил себе Пурман Шилд. Ой-ой-ой. Крейзи. Не добивает крипа. Ой-ой-ой. Никс Ассасин делает еще один фраг сверху. Соло на Бэтрайдере. На ровном месте. Шадоу Шаман. Заходит и будет хватать сейчас в сетку. Хватает. Крейзи приходит сюда. Кидает. Чейнкс. Как-то там. Сиринг Чейнс. Мне все время хочется сказать Файер Чейнс. Но. Возможно они так и назывались кстати в первой доте. Что-то такое по-моему огненное. Ну хотя Флейм Гвард огненное. В общем не важно. Важно то что забирают еще и Вайпера. И вот это уже совсем плохо. Потому что. Если кто-то помнит как мы с Ластом комментировали. Он ясно дал понять. Что должен делать Вайпер. На миде. Он должен прежде всего. Гнобить и получать преимущество. Здесь Вайпер. Не загнобил Эмбера. Сейчас еще умирает. У Слардара большие проблемы. Воруют. У него много дамага. Возвращают Шадоу Шамана. Слардар пытается уйти. Отличный Плазма Филд. Но. Удар. Лаской захиливается. Нельзя. 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 Ну. Очень рисковал Слардар. Могли его еще подцепить. Но уходит в итоге. Минус 84 дамага. И 63 возможных. И. Разор, конечно, хорош. Дредд в своем стиле забирает Тауэр. Получает много золота. Эмберспирит в погоне за Бэтрайдером. Может поймать. Ловит Бэтрайдером. Но дамагат не хватит. Никс копает. И вот теперь дамага может хватить. Да, дамага хватает. Ой-ой-ой. Как хорошо сейчас сыграл Шачло. Сверху дал станчик. 9-2. Ну и посмотрите. Просто релаксы как уверенно смотрятся. Нападение на Энчантрас. У Энчантрас второй Untouchable. Вот это очень правильно. Качать Untouchable в данной ситуации. Слардар. Очень ранний крест. Хотя, в общем-то, здесь выбирать не приходится. Последняя тычка дотянется или нет? Нет. Не дотягивается. Бэтрайдер уже здесь. Мои извинения. Это телефон. Это не Вичдоктор. Ну и тем временем еще один фраг забирает команда... Релакс. Ну что, они, в общем-то, взяли свой вот такой агрессивный пик. У их соперников тоже пик достаточно агрессивный. Но он совершенно не может себя раскрыть. Слардар без фарма. Что очень-очень плохо. Разор очень силен. И, в общем-то, сейчас будет сломана еще одна вышка. Посмотрите, два крипа. Есть змейки. Ставятся змейки. Ну все, здесь ничего. Абсолютно никак не задейфить. Эзершок. Входит по товарам Эмберспирит. Ой-ой-ой, Эмберспирит. Вы посмотрите. Крейзи умрет сейчас. Но это в стиле... Это в стиле Олега Колесниченко было сейчас сделано. Абсолютно. Ошибка на ровном месте. Абсолютно. А Никс уходит в Вендетту. Можно взять регенчик. Ну пробежал же мимо. Уже нацелен он на вайпер. Вайпер уходит. Видели, Никса. Возвращайся, бери реген. Откуда у Никса столько денег? Судя по всему, вот этот фраг плюс ассист плюс две сломанные вышки. Посмотрите, у Никса 2600. Бери догон. Ну, Даггер не знаю, насколько здесь нужно. Если сейчас все впятером пойдут давить релакс, то Даггер лучше для инициации. Если бегать одному, то Даггон на такой минуте будет просто отличным решением. Да, Даггон. Конечно. Здесь даже думать особо не надо. 8.30 Даггон. Девятый левел Арканы Даггон. О, да. Ну и смотрим на Никс Ассасина. Ему, конечно, вторую ульту бы еще, чтобы подольше длилось. Но сейчас он может просто растерзать. Дазл. 500 хп Дазл. Ой-ой-ой. Ждет. Никс ждет. В среднем Даггон на Никс Ассасине на 26-й минуте. Ну, потому что он берется после Даггера или Форстафа. А в данной ситуации он берется первым итемом. Плюс как раз очень-очень ранее получается нападение на Дреда сзади заходит. Ой, какой сейчас будет урон. Стан, Даггон. Да. Первый фраг с Даггона сделан. Дред отдается, как всегда, стратегически впитывает демаг. Ну и при этом разваливается команда соперников. Минус еще один тавер. К моменту, когда у Слардара появится Даггер, игра будет закончена, мне кажется. Никс Ассасин. Второй Даггон можно делать смело. И убивать просто с Даггона. Представляете, как круто? Убивать просто с Даггона Даззл. Приходишь, даешь Даггон, он умирает. Все. Ни станов, ни цельцы, ничего, ни свиндет. Просто бах. Все. Так, Дредд, как всегда, в своем стиле. Топнулся туда, где его команды нет, где можно пофармить. Ну, в общем-то, правильно. Своей команде он мало сейчас чем здесь поможет. И команде нужно отступать. А вот верхнюю вышечку поддавить можно. Да-да-да, пингует туда уже Йоку. У которого, кстати, Мидас. Ну, а почему бы и нет? Есть Мидас, сейчас можно бегать по карте, еще и попутно фармить. И убивать соперников. Ой-ой-ой, у Слардара проблемка. Проблемка у Слардара. Дагон сейчас будет. Не дотянулся. Бэтрайдер здесь же. Бэтрайдер нет еще в лингдаге. Рассмотрим стан. Дагон. Дисраптер. Минус. Нужно уходить в инвист. Есть отличные карапаси. И есть еще мана на инвиз. Но под просветкой Слардара находится. Поэтому ничего не может сделать. Разор уничтожает вайпера. Очень много урона. Разор падает. Крест на вайпера. Стан попадает в Бэтрайдера. И цепляют еще и Слардара. Слардар будет отстаниваться. Отстанивается. Надо гореть сейчас с урны. Нет, добивают его Крэйзи ультимейтом. А тем временем Дредд... Да, Дредд в своем стиле. Просто типичный Дредд. И вот как раз змейки. Сейчас можно убивать пачку. А можно не убивать пачку. Можно просто ставить змеи. Ставить змеи. Сносить тавер. Фортификейшн есть. Можно попробовать его изуязать. Но вышка по-любому упадет. Она будет либо заденаена, либо убита. Да, Вайпер динает. Но попадает под атаку Шадоу Шамана. Нет, все-таки за счет рейнджа здесь расстреливает. Ну, посмотрите. Давайте посмотрим на Вайпер. Что у него есть? Пауэр третс. И даже не половина мекки. И десятый левел. Всего-навсего. Бэтрайдер. Седьмой левел. Вообще пустой. Дазл. Пустой. Дисраптор. Пустой. Ну, брасерок. И Слардар что-то себе купил. Он что-то себе купил. Или нет? Неужели он ничего себе не покупал? Ничего себе не покупал. У него 200 монет ЭПТ. Да. Ну, что тут скажешь? Да ничего не скажешь. Первый догон все еще у них с Ассасина. Ну, вот почти одиннадцатый левел. Погоня будет за Бэтрайдером сейчас. Или Бэтрайдер сам. Нет. Крейзи наказывает. Спокойно отбивают. Бэтрайдера. Киллинг сприт делает Эмбер Спирит. Эмбер Спирит бежит дальше. Здесь абсолютно ничего не боится Слардар. Крейзи привязывает. Неплохо Астаны. Догонщиком убивает. Никс. Мега килл. Сзади Вайпер. В очень неудачной позиции. На Вайпер выходит. Его привязывают. Нет, не привязывают. Связь попадает в крипов. Попытка убить. Ну, кого? Ну, не Виндикс уже. Это же Энчандрос. Очень толстый герой. С антачиблом. Минус три. Минус четыре. И остается Дистраптор. Один только в живых. ГГВП пишет. А Хед на тринадцатой минуте. Ну, а что здесь делать? Красава, братуха. ГГ. Игра заканчивается. Да. Пять киллов смогли забрать Ахеды. Релакс. Вторая победа. Набирают шесть очков. Ахед два поражения наравне с Сенсейн. Я с вами на сегодня прощаюсь. Все, что я вам хочу сказать, то что завтра, первого апреля, но пока что еще у меня 31 марта, поэтому никаких шуточек, все серьезно. ЭВР против Зеро Трай в восемь часов по Москве. 17.00 сет. Ой, извиняюсь, в семь. В семь по Москве, конечно. В восемь по Москве Рокскиз против Виртус Про. И в девять по Москве Зеро Трай против Виртус Про. Это игры на завтра. Я с вами прощаюсь. Всем спасибо, кто сегодня смотрел. Вставляйте ваши отзывы. Подписывайтесь на канал Твича обязательно. Смотрите стримы Экселент Москва Капа. И обязательно покупайте билеты на Лан 17.18 мая. Приходите, смотрите замечательную Доту. Всем пока. Увидимся завтра в 19.00 по Москве.